Здравствуйте! К сожалению, в быту иногда случаются травмы. Например, большая часть ушибов ноги приходится именно на большой палец. Многие не знают, но большинство полезных манипуляций при ушибе ноги могут дать противоположный эффект, поэтому следует знать некоторые нюансы. После ушиба в первый день категорически запрещается греть или отпаривать больную ногу. Прикладывать теплую или горячую грелку и пользоваться согревающими мазями. Нельзя также массировать ушибленный палец, разминать его и тереть. И ни в коем случае не ставить никаких спиртовых компрессов и разогревающих. Хотя это неприятная и больная травма, но большинство ушибов пальцев ног все-таки не представляют опасности. Сразу после травмы пальца нужно проверить, не повреждена ли кожа на пальце. И следует обработать рану, если она есть, во избежание попадания в нее инфекции. К таким повреждениям относятся порезы, царапины, ссадины и перелом ногтя. Травмированный палец нужно промыть теплой водой с мылом и аккуратно насухо вытереть. Затем можно нанести немного антибактериального крема. После ушиба, как правило, палец ноги отекает. Из-за этого он будет малоподвижен и чувствителен. Отек можно попытаться снять холодным компрессом. Для этого можно взять из морозильника какой-либо пакет с замороженным продуктом. После травмы в первые дни невозможно носить тесную обувь. Да и к тому же это еще больше может усугубить боль и отек. Обязательно нужно переобуться в свободную и удобную пару обуви. И лучше всего, если погода позволяет, надеть в эти дни какие-либо простые шлепки. Травмированный палец можно примотать к соседнему пальцу. Таким образом ему обеспечится поддержка, а между пальцами для удобства следует положить немножко ваты. Чаще всего на месте ушиба чувствуется болезненное ощущение и, как правило, появляется синяк. Для предотвращения дискомфорта и для лечения данной проблемы можно использовать методы народной медицины. Для снятия отека можно использовать лист белокочанной капусты. Для этого способа нужно измельчить лист до получения кашицы, а затем эту кашицу наложить на ушиб и закрепить при помощи бинта. Также очень знакомый метод лечения от ушибов – это прикладывание свежих листьев подорожника и простой компресс, который позволяет снять отек и воспаление. Для изготовления компресса нужно всего лишь два компонента – это мед и листья алоэ. Листья алоэ можно мелко измельчить, сделать это можно буквально ножом. Это один из самых эффективных и легких способов облегчить боль от ушибов, снять воспаление и нормализовать кожный покров. Насколько это серьезная травма? В первое время сказать очень сложно, потому что в наших стопах множество чувствительных нервных окончаний, и даже легкая травма стопы может болеть как серьезная. Поэтому важно осмотреть ушибленный палец на наличие серьезных симптомов у доктора. Продолжение следует...